Фамилия моя Железно Григорий Владимирович. Я являюсь жителем нашего города Никополя. Проживаю от самого рождения, и сколько мне лет, уже без копейки, будет 70 лет, все эти годы я проживаю в этом городе. Сейчас, в настоящее время, являюсь пенсионером. Уже седьмой год, не работаю практически. До этого работал на заводе ферросплава. Где-то в течение, ну, в общей сложности, где-то в пределах 32 лет. Без двух месяцев там получается так. Этими работами занимаюсь где-то в пределах 10 лет. Есть работы, которые сейчас находятся у меня в музее, в нашем городском музее. Одна из них работа очень интересная, которая посвящена выморачиванию революции. Я думаю, что это работа... Это что за работы? Это ковка художественная? Это... Вот... Работы выполняются... Только на холодную. На горячую... Кое-что... Вот, к примеру, здесь на горячую выполнены столько вот эти лепестки. Чуть-чуть подгиналось. Остальное все на холодную. Вот... На холодную клепается металл. Делается. Это, конечно, трудоемкая работа. Если работать и подогревать, и сюда-туда намного быстрее, и удобнее, и все. А так это работа-трудоем. Значит, начнем. Если взять с самого низу, то... Ну, каждая людина... Ну, знает, что такое подкова. И если дарить подкову, то это на счастье. Вот и я дарю эту подкову на счастье нашей батьковщины. Нашей... Поэтому... А сверху, в зеленом фоне... Зеленый... Это наша земля. Я так символизирую. Это земля, на которой все есть, что нужно для того, чтобы человек жил, трудился и был счастлив. Вот. Ну, а вот этот постамент и под меча... Под меч. Ну, это подставка такая, символизирующая величие вот этого меча. Его значение. Вот. Каждый человек знает, что такое колос. Это хлеб, который кормит нас, всех, вот, живущих на этой земле. Вот эти вот украшения, немножко такие красные, это просто для украшения. Я не могу сказать, что, что такое... Чтобы хорошо выглядел меч. Символ нашего государства. Наш флаг. Я его водрузил здесь сразу. Он хорошо и видно, и заметен все. Вот. Сама лепестки и ствол розы. Ну, это понятно, что сама роза. Раз роза растет, значит, жизнь есть. Этот камень, который находится... Он говорит о том, что страна эта... Вот. От нее исходит только одно добро. Чистые, справедливые слова, которые говорят. Вот мы сейчас и видим, что происходит здесь. Белая роза, ну, роза есть роза. Это наша страна. Вот. Это Украина. И чтобы быть, ну, такими... Ну, я, кстати, королевы. Вот. Чтобы корона была. Это надо достичь и пройти все испытания. В конечном итоге Украина должна быть такой. Солнышко, которое здесь. Так человек должен выбирать солнце. Солнце греет. Люди живут. Вот. Тепло от него исходит. Здесь нет ничего, которое опорочило нашу страну. Нету. Нету. А как она правильно называется? Если не ковка, значит, правильно как называется? Ну, вот кто не посмотрит, все говорят, что это ковка. Вот кузнец, тому подобное. Я кузнецом никогда не был. Вот. Я просто являлся, ну, неплохой не сварщик, ну, и неплохой слесарь. Я так думаю. А то, что вот это вот, как назвать, это какое-то художественное произведение. Я так считаю. Потому что в этой работе заложен определенный смысл от начала до конца. Снизу до верху. Призыв к украинцам. Вот такие. Я, например, например, так. Украинец. Везьми меч. Захисти. Очисти рідну матерь неньку Украину від нечисті. Слава Украине. Вот это... То смысл заложеный вот это все. Призыв до украинцев. И хотелось, конечно, чтобы люди побачили и узнали, что оно такое. Или так будут стоять в заковулках вот это все. Если возможность будет продать, то продать. И чтобы и с обеих грошей было, и на то, что-то могло пойти.